МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глядя на схему францфуртского автосалона 2013, видно, что большинство автопроизводителей больше не хотят делить небольшие стенды со своими конкурентами. Тем более хозяева моторшоу немцы. Каждый хочет иметь свой собственный дом. В Ауди решили не мелочиться и выстроили под своим брендом целый город. Как в нем живется, увидим своими глазами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдельный павильон Ауди даже получил свое собственное имя Агора. В древнегреческих полисах так обычно называли площадь, которая была административным и экономическим центром, местом городских собраний. Однако древние греки и представить себе не могли, что центральная площадь, да и весь город, можно расположить в таком неоднозначном ракурсе. Сквозь потолок пробиваются деревья, машины, небоскребы, целые кварталы, создавая эффект нависающих городов. Чтобы оживить их, конструкторы использовали 11 миллионов светопилотных ламп, проложили 150 километров провода. Если внимательно всматриваться в окна, то можно увидеть в каждом из них свою историю. Вот здесь девочка прыгает на скакалке, а он там кто-то устроил вечеринку. Ощущение такое, как будто ты герой фантастического фильма, из которого можно узнать, какие же они, автомобили будущего. Мы хотели придумать что-то особенное для наших клиентов. Это символизирует смену перспективы в нашей компании. Ведь мы постоянно предлагаем что-то новое нашим клиентам, удивляем их. Порой так сильно, что привычный мир просто переворачивается с ног на голову. Именно эту философию мы хотели выразить с помощью нашего стенда. И судя по тому, что автожурналисты признали стенд производителей из Ингольштата самым оригинальным на мотор-шоу, замысел удался. Семь недель декораторы работали над проектом. И все ради главных жителей этого города. 28 автомобилей, на решетке радиатора которых красуется эмблема из четырех колец. Среди всех автомобилей, выставленных в агоре, взгляд приковывал ярко-желтый Audi Sport Quattro Concept. Спортивное купе с историей. Его создали в честь 30-летнего юбилея культового для ауди автомобиля Sport Quattro. В далеком 83-м предшественник также дебютировал на франкфуртском автосалоне. Это была амалогационная модель для чемпионата WRC. Настоящий суперкар своего времени. Как и его предтечи, Audi Sport Quattro Concept также создан в соответствии с канонами автоспорта. Все дизайнерские решения выполняют технические функции. И в то же время является данью традициям классических моделей Quattro начала 80-х годов. Это проявляется в резких линиях, чередованиях выпуклых и вогнутых поверхностей на капоте. Еще одно дизайнерское решение, доставшееся Audi Quattro Sport от классических моделей, своеобразные выступы над крыльями. Специалисты переосмыслили и еще сильнее акцентировали эти линии, что придало автомобилю более эмоциональный внешний вид и широкоплечий силуэт. Из кромки двери багажного отделения на высоких скоростях выдвигается спойлер. Сам же багажник имеет объем 300 литров, что в общем-то неплохо для спорткара. Как и настоящих болидах, у Audi Quattro Sport Concept колесные диски прикручиваются на одну гайку. Возможно, предполагается, что машина будет заезжать на пидстоп. Среди новшеств квадратные фары головного света, выполненные с применением технологии Matrix LED. Блок состоит из многочисленного ряда отдельных светодиодов. Каждый из них работает совместно с последовательно соединенными линзами или отражателями. Это обеспечивает высокий уровень освещения. Светодиоды включаются, выключаются или приглушаются в зависимости от дорожной ситуации. Дизайн передней части характеризуется шестиугольной решеткой радиатора Single Frame с новой сетчатой структурой, характерной для мира автоспорта. Ее низкое расположение акцентирует ширину автомобиля, а сама она является частью новой философии дизайна, которая позволяет представить, как будут выглядеть спортивные автомобили Audi в будущем. По данным замеров производителя, концепт расходует 2,5 литра на 100 километров пути. При этом обладает выдающейся динамикой. Во многом за счет использования гибридного привода плагин. Суммарная мощность системы 700 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 800 ньютон на метр. В качестве двигателя внутреннего сгорания на Audi Quattro Sport Concept используется 4-х литровый мотор V8 с двумя турбинами. Запас экономически чистого хода электромотора составляет 50 км в час. Интеллектуальная система управления подключает по мере необходимости каждый из двух силовых агрегатов. Также водитель может самостоятельно выбирать один из трех режимов работы. Гибрид, спорт или только работа электромотора. Облегченные конструкции кузова тоже играют не последнюю роль в достижении динамических показателей. Каркас автомобиля выполнен из ультрапрочных стальных панелей. Двери и крылья из алюминия. Капот, крыша и задняя дверь из углепластика. Итого вес всего автомобиля составляет 1850 кг. Я не могу точно сказать, что именно этот автомобиль пойдет в серию. Но некоторые его элементы точно появятся. Например, фары с новой технологией Matrix LED будут доступны на новом поколении Audi A8 уже с конца этого года. Я думаю, что элементы решетки радиатора и дизайна кузова в какой-то момент вы увидите в серийном производстве. Вторым концептом, теперь уже насыщенно-вишневого цвета, на стенде Audi стал Nanook Quattro. Audi Nanook Quattro практически столь же динамичен, как и его собрат с приставкой Sport. В движении купе приводит пятилитровый дизель, развивающий 544 лошадиных силы и 1000 ньютон на метр. Причем этот момент доступен с 1500 оборотов в минуту. Эта тяга отправляется на семиступенчатый робот S-Tronic, а далее на специально разработанную для концепта полноприводную трансмиссию. Я хочу обратить ваше внимание на слово Quattro. Этот автомобиль – сочетание суперспорт-кара с внедорожником. Его 22-дюймовые колеса удерживает адаптивный пневмоподвеск на двойных поперечных рычагах. С ее помощью водитель может произвольно менять просвет в пределах минус 30 плюс 40 миллиметров от стандартного положения. Мы его выставляем здесь, чтобы понять, как на него реагируют журналисты и публика. Интересной особенностью автомобиля является интегральное рулевое управление, когда при повороте на низких скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 9 градусов в обратном направлении по отношению к передним колесам, таким образом уменьшая радиус разворота. А на более высоких скоростях, наоборот, все колеса поворачиваются в одном направлении. Это помогает увеличить устойчивость автомобиля. Несмотря на внушительную снаряженную массу, без малого почти в 2 тонны, Audi Quattro Nanook выстреливает до сотни за каких-то 3,8 секунды. А максимальная скорость у концепта – 305 километров в час. Среди серийных версий был представлен обновленный представительский седан Audi A8. Самые крупные изменения были сделаны в передней части автомобиля. Во-первых, это оптика. Она состоит из 25 светодиодных лампочек, каждая из которых может включаться и выключаться индивидуально. Более того, работая в паре с информационно-развлекательной системой MMI, система использует спутниковую навигацию, подстраивая освещение с объясной ландшафтой. Это интеллектуальный способ освещения. Мы всегда можем использовать дальний свет, не ослепляя ни встречные автомобили, ни тех, кто движется перед вами. А система ночного видения теперь может распознавать пешеходов и крупных животных. К тому же автомобили обзавелись различными приятными функциями, как, например, система, понижающая внешние звуки Active Noise Cancellation, воспроизводящая салонными динамиками внешний шум в противофазе. Еще одна приятная мелочь – багажник. Его объем увеличился на 10 литров и теперь равен 520. Моторы, отвечающие эко-нормам Евро-6, стали несколько мощнее. Например, в табун к турбодизелю объемом 4,2 литра добавили аж 34 лошадки. Теперь он выдает 385 лошадиных сил вместо 351 на прошлой версии. Автомобиль изменился и сбоку, и сзади. Например, колеса стали отличаться более крупным размером, но при этом сниженным весом. Капот мы сделали из алюминия. Вы знаете, что А8 для нас – это икона облегченных конструкций, и здесь мы использовали все передовые технологии. Что касается интерьера, здесь только дорогие материалы и ценные породы дерева. Впервые на А8 мы применили цвет золота в сочетании с деревом для отделки панели приборов. Это понравится в России. Первые машины появятся у российских дилеров уже в ноябре. Представленный на автосалоне обновленный Ауди А3 кабриолет нового поколения не стал революцией, но претерпел очевидные изменения в лучшую сторону. Он подрос в размерах, стал чуть ниже, и за счет этого выглядит еще более спортивно и элегантно. Хотя спортивный характер модели в значительной степени будет определять не столько внешность, сколько три новых двигателя. Моторы TFSI объемом 1,4 и 1,8 литров развивают мощность в 140 и 180 лошадиных сил. Двухлитровый двигатель турбодизель обладает мощностью в 150 лошадиных сил. По заявлениям инженеров, все силовые агрегаты теперь расходуют на 12% меньше топлива, чем моторы предыдущего поколения. При этом динамические характеристики автомобиля улучшились. Как и все модели Audi, А3 Cabriolet отличается множеством новых характеристик. Он стал легче по сравнению с предшественником на 50 килограммов. А каркасом для тканевой крыши служит легкая конструкция из магниево-стального сплава. А значит, автомобиль стал более экономичным в расходе топлива и теперь сочетает повышенную приемистость с высокими эксплуатационными качествами. Например, электрогидравлическая система раскладывает крышу меньше, чем за 18 секунд. Даже на ходу при скорости до 50 километров в час. Крыша складывается в три слоя и убирается в специальный поддон, почти не уменьшая объем багажника, который, кстати, увеличился на 60 литров и теперь равен 287. Если мы говорим о языке форм, то скульптурность и седана, и кабриолета А3 идентична. Это очень естественный дизайн. Самая большая проблема была с тряпичной крышей. Было важно, чтобы машина не выглядела массивной по отношению к нижней части автомобиля. В отличие от других кабриолетов, которые мне доводилось видеть, в этой машине пассажирам на заднем сиденье комфортно. По сравнению с предыдущей версией, кабриолет стал на 20 сантиметров длиннее, и задняя часть была полностью разработана заново. Задача была сложная, потому что следовало сохранить проем багажника. Мы поставили себе условие. Сюда должен комфортно помещаться ящик бутылок, и он помещается. Как правило, по прошествии времени автосалоны вспоминаются исключительно по мировым премьерам разных марок. Но юбилейный 65-й франкфурский автосалон запомнится не только громкими именами новых моделей, но и необычным городом, который позволил взглянуть на главных своих жителей автомобили марки Ауди в совершенно новом ракурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok